Задолженность за коммунальные услуги жителей Ленинского района вынуждает представители управляющих компаний и районной администрации совместно с судебными приставами отправляться в рейд по адресам самых злостных неплательщиков. Тему продолжит наш корреспондент. Судебный пристав, откройте, пожалуйста, дверь к вашим соседям. Спасибо. Почти ни в одной из квартир с коммунальными долгами домофон не работает. Его отключают лишь только задолженность превысить допустимый порог, а вот такого предела для коммунальных услуг нет. В некоторых квартирах долг превышает 300 тысяч рублей. Сумма 34 тысячи, правильно? Сколько? 34 тысячи, но это не основная сумма задолженности. Основная еще больше. У хозяйки этой квартиры долгов накопилось уже на 90 тысяч рублей. Всеми благами пользуетесь. А почему не оплачиваете, интересно? Оплачиваю я. Когда? Ну все, сумму, конечно. Пока я сейчас не могу сумму все оплатить. Чтобы хоть как-то уменьшить долг, приставы описывают имущество. Правда, в этой квартире взять почти нечего. Телевизор не работает, диван в плохом состоянии. Тысячу рублей оценили лишь комод. Реализация имущества – один из немногих способов повлиять на неплательщиков. Описание имущества, реализация, в каких-то случаях, если эта квартира собственности находится, наложение ареста на запрет, так скажем, продажи данной квартиры. Можно еще отключить должника от света или газа, но это сложные процедуры, поэтому их применение в Саратове можно пересчитать по пальцам. Между тем, число неплательщиков в Ленинском районе не уменьшается. По наиболее крупным управляющим компаниям района у нас больше 8 тысяч должников. И в настоящее время управляющими компаниями нашего района предъявлено исков на сумму более 80 миллионов рублей. Пока самым действенным методом взыскания долгов остаются профилактические рейды, арест имущества и запрет на выезд из страны. И последний способ, пожалуй, наиболее эффективен. Елена Губенкова, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.